Здравствуйте, мои дорогие! Меня все еще зовут Сергей Немчинский, и сегодня мы с вами поговорим о причинах, по которых ты не развиваешься как программист. Я знаю, очень много таких вопросов было и на стримах, и ко мне лично в личку народ стучался с вопросами о том, что ну вот что-то как-то у меня не получается, я чувствую, что я не развиваюсь. Давайте об этом поговорим. Поехали! Давайте обсудим причины того, что ты можешь не развиваться как программист, и обсудим, что с этим делать потом. Самая главная и, наверное, первая причина, которая приходит в голову, это недостаток внимания. Это главный грех амбициозных разработчиков. Когда ты скачешь с темы на тему, внутри каких-то онлайн-курсов, например, особенно это касается новичков, которые только-только изучают программирование, я неоднократно виделась с нашими студентами, особенно теми, которые учатся на стартовых курсах. На менторинге такое не получается, потому что у тебя тогда ничего просто не выйдет. А вот когда студенты проходят стартовые курсы, которые состоят из видеолекций и каких-то заданий, то многие студенты задания проскакивают, видео просмотрел, по как я себе обед готовил или ушел в другую комнату, видео крутилось, я типа его прошел. Нет, ребята, это не учеба. И более того, справочную информацию мы и так давали очень-очень сжато. А если вы еще часть ее пропустили, то, простите, вы вообще просто ничего не выучили. И самое главное, конечно же, перескакивай через задания, делая вид, что из серии. Да, тут все понятно, но тут что-то не сработало, неважно, пойду дальше и так далее. Это вообще не даст вам возможности вырастить как программист, даже стать программистом просто, если вы пропускали какие-то важные аспекты. Потом вы столкнетесь с более сложной проблемой, но не набили еще руку на решение более простых проблем. Внезапно окажется, что более сложная проблема вообще нерешаема, потому что, ну блин, у вас нет опыта решений более простых. Специально же дают сначала более простые задачи, потом все сложнее и сложнее. Если вы берете сразу сложную задачу, то вероятность того, что вы ее сделаете сразу, крайне мала Поэтому, ну извините, нельзя скакать Ну, то же самое касается и ситуации, когда вы взяли какой-то новый фреймворк, взяли какую-то новую библиотеку Дернули за один метод, вроде работает, побежали дальше, но все-таки нет, ребята Для того, чтобы вырасти как разработчик, надо посидеть какое-то время, в зависимости от того, насколько сложная эта тема, насколько она для вас нова Насколько вы самый опытный разработчик, да, надо какое-то время потратить и поразбираться с тем, что вам дали в руки И разобраться, как его правильно использовать, хотя бы подоскать примеры к тому, как это используется И, может быть, какие-то пояснения разработчиков Ну и, как я уже говорил в одном из прошлых видео, документация по системе – это прямо очень важный источник Самый важный, наверное, из всего, что возможно Потому что не нулевая вероятность того, что на условном Stack Overflow вы найдете комментарий такого же нетерплячего товарища Который скакал с пятого на десятый, у него что-то получилось, и он вам выдал результат Все это классно и здорово, оно может даже будет работать Но работать оно будет не так, как задумано разработчиком библиотеки фреймворка или языка программирования И это означает, что в какой-то момент оно сработает не так, как вы ожидали совсем Ну, в общем, поэтому не скачем с места на место, а разбираемся более внимательно Это, опять же, не значит, что вы должны убиться в изучении каждой детальки и каждой буковки Баланс Именно из-за таких мелочей, кстати, делая шаг в сторону, да Складывается само умение, сам, в общем-то, навык программирования Понимать, где надо поковыряться как следует, а где, ну, в принципе, так понятно, пошли дальше Следите за собой, смотрите, если вы полезли в какую-то хрень, которая, ну, явно уже вам сейчас не нужна Забили на это Если же вы забили на что-то важное, что является прямо базовой вещью, то как бы возвращаемся и переразбираем Это все с навыками К сожалению, никакого всеобъемлющего правила, по которому можно было бы сказать Вот это читай внимательно, а вот это не обязательно, нету Вам придется ориентироваться исключительно от собственной интуиции А интуиция это результат набитых шишек Вторая причина, из-за которой вы не растете как разработчика, это слабые основы Особенно это важно для разработчиков-самоучек Довольно часто получается, что разработчик, который мы не учили ни на каких курсах Который не проходил никакую книгу или просто тупо ее пропустил А полез сразу писать программу и у него получилось и так далее Он может просто не знать очень прям базовых основ программирования Не понимать, как это вообще все, в принципе, должно работать или работает В результате мы получаем ситуацию, когда человек вроде бы как чего-то там вызубрил Что-то умеет, умеет быть пользователем фреймворка Но как таковой вот прямо опытный разработчик, ну вот что-то ему не хватает И не хватает довольно часто именно базовых знаний Базовые знания это именно знания по самой ООП, если вы пишете на ООП языке Знания там паттернов, знания вообще архитектуры и так далее Кстати, напоминаю о том, что у нас есть курсы по этому Возможно, вы можете выучить это все самостоятельно Но в любом случае, если вы самоучка, который вот просто научился пользоваться фреймворками То, возможно, сейчас как раз настало время для того, чтобы подсунуть под эти свой практический опыт и знания Подсунуть под него фундамент Да, конечно, с точки зрения как бы строительства так не работает Но с точки зрения обучения так работает наоборот очень здорово Потому что когда вы будете узнавать фундаментальные знания Они будут подкрепляться вашими практическими навыками И ложиться в то самое пустое место в голове, которому и должно лежать Потому что вы опытный разработчик И вы уже в принципе понимаете, для чего вам пригождаются эти теоретические знания Важная проблема, из-за которой очень много народу не растет И это вопрос совершенно не привязанный к IT Это отсутствие цели Отсутствие направления в карьере Кем вы себя простите за эту банальную фразу видите через 5 лет Не зря ее задают рекрутеры на собеседованиях Потому что по большому счету именно это знание Кстати, заметьте, вы беситесь от этой фразы Потому что вы на самом деле не можете на нее ответить Понимаете? Задумайтесь об этом Вы не можете на нее ответить даже себе Естественно, очень сложно ответить другому человеку Если у тебя нет ответа Так вот, не надо отвечать другому человеку Другому человеку отвечаете, не отвечаете Это ваш выбор Но самому себе вы обязаны отвечать Кем вы себя видите реально через 5 лет И если вы, как разработчик, не понимаете Кем вы будете через 5 лет Идете ли вы в сторону менеджмента Идете ли вы в сторону архитектурных знаний Идете ли вы в сторону изучения предметной области И так далее То в большинстве случаев вы будете пытаться броситься сразу на все А бежать одновременно во все стороны Вы понимаете, к чему это приводит К тому, что лебедь, рак и щука остаются на одном месте Вот и вы поэтому торчите на одном месте Очень много разработчиков, которые приходят ко мне на карьерное консультирование Получаются именно в этой ситуации Самое смешное, что в эту ситуацию чаще всего попадают самые толковые Самые эффективные Самые прям мега проактивные ребята Потому что, ну, они хотят все Они хотят и архитектуру разбираться И предметную область знать И в менеджмент хотят И еще другие языки посмотреть И еще, чтобы личная жизнь И еще, чтобы классное развлечение по жизни И так далее И в результате выясняется, что в сутках это всего 24 часа Из которых, ну, вы можете активно использовать, ну, дай боже, 12 А потом, ну, простите, все Надо как-то отдыхать, спать И вот это все Ну и чего? Ну и в результате получается, что вы в полной загонке Вы не досыпаете Вы устали И при этом не сдвигаетесь никуда с места Потому что лебедь, рак и щука Надо выбрать все-таки, куда мы сейчас идем Чтобы для вас более приоритетно Остальные направления Я не говорю о том, что на них надо забить А просто выделить на них другое время Или, может быть, относиться к ним просто по вторичным приоритетам Тритичным приоритетам Увидел, что вот здесь можно бы еще подковырять Вот это направление уже неплохо развил Можно переключиться на другое Смотрите, куда вы двигаетесь И это будет вашей звездой путеводной Идем именно за ним Бежать во все стороны Нет никакого резона Вы просто порветесь пополам Интересуетесь фронт-энд разработкой? Но не знаете, в какую сторону двигаться? Приходите доучиваться фронт-энду На курс фронт-энд React в FoxMinded В программе курса Верстка, JavaScript и React На выходе у вас будет полноценное SPA-приложение для портфолио А еще навыки работы программистом Умение работать самостоятельно В условиях неполной информации Умение добывать нужную информацию И правильно учиться Это все выгодно вас выделить на фоне других кандидатов Ссылка на курс в описании под этим видео Еще один аспект, который довольно сильно портит жизнь И опять же, это совсем никак не относится ни к IT Тем более к программированию Это вообще по жизни Плохие привычки Если человек привык реально себя Как-то довольно неудачно вести Например, очень поздно ложиться спать Это про меня, да Не заниматься спортом Каким-то образом забивать на работу И делать ее в последний момент Там, знаете, привычка студенческой жизни и так далее Но то же самое может касаться и профессиональной деятельности Не писать код Забить на документирование Забить на работу с списком задач в джире Или там заполнять его левой задней Писать односложные комментарии к коммитам в детей и так далее Вот эта вся херь, которая очень сильно портит вашу жизнь Я собственного опыта видел неоднократно Когда опытные разработчики, которые такие О, блин, я понял, в чем была ошибка Нужно вернуться на тот коммит, который я сделал неделю назад Я там вот там Вот точно, я помню Я вот там вот справлял вот так Вот это приводит к той самой проблеме, которую я сейчас делаю Не помню где, но точно неделю назад коммитил Открывает свой список коммитов А там комментарии Ну, либо вообще ничего не значит Или там дата Либо ничего осмысленного Он такой, класс Я за это время закоммитил полсотни коммитов Сейчас будем читать код Если бы он привык писать осмысленные комментарии в детей Он бы вернулся туда за 2 минуты А так он потратит, может, полдня А может, весь день Просматривая эти коммиты И соображая, где же все-таки было То самое место, которое ему было нужно Особенно это весело, когда ты разбираешься не со своими коммитами А с коммитами своего коллеги Который сейчас, например, в отпуске Вообще шикарно Ты такой Э И что я здесь вообще делать буду Ну, вы поняли Поэтому Ну, то же самое касается И привычки выделять время осмысленно Да, вот это время на работу Это время на отдых Это время на заботу о своем теле И так далее То, в общем-то Вы довольно быстро Внезапно обнаружите себя С пузом, отвисающим на ноги С одышкой И С учащенным сердцебиением Не выспавшимся Поглощающим гигалитры кофе И так далее Вот все это аспекты И поверьте мне Тут вопрос не в возрасте И вопрос не в том, что вы Какой-то не такой Просто неверные привычки Очень могут сильно Испортить вашу жизнь Я это прекрасно знаю Потому что у меня тоже с этим проблемы Я совсем, мягко говоря, не святой У меня полно неплохих привычек Но я с этим борюсь Еще один аспект Который может вас приводить К тому, что быть не очень Хорошим разработчиком Это неуверенность в себе И низкая самооценка Я очень часто слышу У людей, которые приходят Ко мне на карьерные консультации Которые говорят Ну я как бы звезд С неба не хватаю Ну вот я типа работаю разработчиком Не знаю почему Возможно меня просто Что называется Из жалости держат Ну я что-то знаю Что-то делаю Да, вот я не знаю Получится у меня или нет Вы мне какие-то сложные задачи Ставите Не, ну так не знаю Вот это все Конечно такая самооценка Не приведет вас к тому Чтобы достичь успеха Если вы будете Каждой задачей Там из серии Чего-то выучить Чего-то разобраться Что-то починить И так далее Подходить с меркой Ну блин Это у меня все равно не получится Поверьте мне У вас все равно не получится Тут не вопрос в том Что верьте в себя У вас все получится Это так тоже не работает Да Но если вы не верите в себя То у вас гарантированно Ничего не получится Это прямо вот Как говорится В этом мире нет Гарантированных способов Что-то сделать Но в этом мире Полно гарантированных способов Что-то не сделать Вот это один из них Если вы в себя не верите Если вы не верите Что вы справитесь С этой задачей То задача должна быть Мега простой Для того, чтобы у вас Все это получилось То есть она должна быть Там на 2-3 порядка Ниже того, что вы можете сделать Для того, чтобы все-таки вышло Поэтому Верим в себя Понимаем свои преимущества И недостатки У каждого человека Какой бы он ни был Хороший, плохой специалист Есть свои преимущества И недостатки Более того Я вам так скажу Хороший специалист От плохого специалиста Чаще всего отличает Не то, насколько он Действительно там Какие-то есть у него данные Еще что-то такое А то, насколько он Правильно ими пользуется Хороший специалист Это человек, который знает Чем его сильные стороны И нажимает на это И знает, в чем его слабые стороны И старается это обойти Понимаете? Плохой специалист Наоборот Который пытается Превозмочь Свои слабые стороны И не использует Свои сильные стороны Ну, для примера Если вы хорошо Умеете общаться И считаете, что В программировании Это нахрен не надо Надо сидеть И долбливать головой в код Возможно, вы будете Использовать Наоборот Свои сильные стороны Возможно, вы умеете Хорошо в нетворкинг Заведете себе толпу Друзей-программистов Которые вам Будут подкидывать Приведут вас к решению Гораздо лучше Чем какой-нибудь Гений медитации Который будет сидеть И час над кодом И потом его озарит А вам уже все подсказали Ну, или наоборот Или наоборот Если вы вообще Не умеете общаться С людьми А умеете в медитацию Возможно, что Это ваша сильная сторона Ну, и так далее, и так далее Умеете хорошо искать Это ваша сильная сторона Очень усидчив Вы можете часами сидеть И разбираться в сложной штуке И это сильная сторона Используйте свои сильные стороны И старайтесь обходить Слабые стороны И помните о том Что мы, в принципе Несмотря на то, что мы все разные Но рождаемся мы равными Вот, да У кого-то что-то лучше У кого-то что-то хуже Но в среднем В общем, в принципе Тут вопрос Исключительно состоит в том Чтобы научиться Браться именно за сильные Свои стороны Поняли, да? Ну, и, кстати Вот эта история С недооценкой себя Очень часто приводит Вот это, кстати Болезненная история Почему-то большинства женщин В эти Не знаю, как в других технологиях О том, что Ну, мне платят существенно Ниже по рынку Но я же больше не заслуживаю Может Я не знаю, как это работает Это гендерный стереотип Но прям Больше, чем от половины девушек Которые приходили на консультации Слышали Именно эту тему Ну, типа Я большего не заслуживаю Да нет, заслуживаете Среднее по рынку Это среднее по рынку Именно потому Оно и среднее Что вы его заслуживаете Если вы работаете Свою работу Вы справляетесь Со своими задачами То да Среднее по рынку Это то, что вам и нужно К этому и надо стремиться Еще один аспект Который я хотел упомянуть Это менталитет кодера Большинство программистов Никогда не отказываются От мышления кодера Они живут в коробке Где все о коде Я с этим сталкиваюсь постоянно Когда с человеком Начинаешь говорить О бизнесе О жизни О еще чем-то Даже когда перед ним Стоит задача Уровня Хочу ли я Разобраться В архитектуре Или хочу я Идти в руководство Он начинает тебе Сыпать названиями Фреймворков И кодов Ты такой Стоп Подожди Это другого уровня Задачи Он такой Не, ну подожди Но я работал Вот с этим фреймворком Мне он меньше понравился Вот этот вот работал Я научился там Вот это делать Ты говоришь Стоп, 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 стоп Это вообще не относится Ребята Выходите из этого уровня Серьезно Вы никогда не станете архитектором Если вы мыслите на уровне кода Архитектор мыслит на уровне Вы будете смеяться Архитектуры Архитектура вообще не про код Архитектура про то Как это все вместе будет взаимодействовать Вот когда вы уже понимаете Как это все вместе взаимодействует Когда вы понимаете Для чего ваша система Как она будет использоваться Какие у нее ограничения И так далее Только тогда мы доходим До уровня выбора Языка программирования Например И когда вы находитесь На уровне архитектора Вы понимаете что любовь-нелюбовь к языку программирования и фреймворку это такая жопа, которая вообще не имеет ничего общего с жизнью. Можешь что-то любить, может что-то не любить, но если данный твой нелюбимый язык программирования для данной ситуации подходит больше или нелюбимый тобой фреймворк, ну например команда, которая у тебя есть, лучше разбирается в этом фреймворке, значит на нем и делаем. Все просто, нравится тебе, не нравится, тут вопрос не об этом. Чем раньше вы выйдете с этого уровня человека, который мыслит в рамках кода, в рамках именно построчного кода, тем быстрее вы вырастите до синера и дальше. Потому что синер-разработчик все-таки больше думает о задаче, потому что ваша задача, но задача бизнеса должна быть решена. Вообще в принципе самый лучший код это такая, знаете, не знаю, прямо фраза, которая проходит через все программирование от самого основания. Самый лучший код это ненаписанный код. Если какую-то задачу можно решить не используя кода, это самое лучшее программистское решение. Поэтому какую бы задачу вам не ставили, первое, что вам должно приходить в голову, можно ли это сделать вообще без программирования. Например, использовать уже написанный код, например, придумать как что-то с чем-то соединить, чтобы не программировать, а просто методом настройки, еще так далее. Вот этот аспект в большинстве случаев люди, которые находятся на уровне кода, то есть вот прям на уровне кода, которые сразу, о как это писать, я пошел это писать, они просто упускают. В результате они тратят сотни времени, которые не нужно было тратить на то, что написать то, что можно было бы просто настроить. Выходить из этого уровня и это абсолютно необходимо, вообще перестать думать на уровне кода. К уровню кода мы приходим только тогда, когда вы уже понимаете, что нужно сделать. Вы уже понимаете, зачем нужно сделать. Вы уже понимаете, что это необходимо сделать. И вот тогда мы погружаемся в этот код и смотрим, что именно там надо сделать. Довольно часто оказывается, что в этом коде нужно сделать совсем небольшие изменения, но с этим надо разобраться. Возможно, что там уже практически все есть, надо просто его собрать вместе, понимаете? Хотя это тоже вроде бы как на уровне кода, но мышление кодер обычно говорит о том, что вот задача, мы просто надо ее закодировать. Нет, вот задача надо решить, решить ее без кода это прекрасное решение. Еще один аспект, который менее важный, на мой взгляд, но все же достаточно заметный. Это профессиональный имидж. Знаете, это довольно странно, но люди существа социальные. Да, простите, я начал говорить банальностями. Так вот, и люди привыкли других людей оценивать по одежке, просто как человек выглядит. Да, мы знаем инженеров гугл, прямо очень толковых, топовых, которые ходят, ну, как главный герой мистера робота. Ну, в общем, да, наверное, чего-то, ну, серьезно, ну, вот просто посмотрите на него, он же не выглядит экспертом. Он выглядит хакером, он выглядит, может быть, действительно, человеком хорошо во всем разбирающимся, может быть. Но я бы, например, не хотел видеть его начальником отдела Рилия. Я думаю, вы тоже. А социальный тип с видом, ну, простите, отойдите от меня все, потому что я кусаюсь. Так не работает. Я не говорю о том, что вы должны ходить на работу в костюме тройки. Но посмотрите на какого-нибудь Сукерберга, посмотрите на какого-нибудь Стива Джобса, они не ходят в костюмах. Но при этом ты понимаешь, что человек вполне себе профессионал. Он хорошо одет, он выглядит как профессионал. Кстати, вы знаете, еще одна странная штука. Одежда очень сильно влияет на настроение самого человека. Когда ты ее надеваешь, когда ты видишь себя в зеркале, как ты выглядишь, ты к себе сам начинаешь относиться по-другому. Если ты одет как черт знает что, тебе не нравится та одежда, которая на тебе, то, глядя на себя в зеркале, вряд ли ты себе поднимешь самооценку. Да, вы можете сказать, что это только девочки. Ни хрена подобного. Мужики смотрят на себя в зеркало не меньше и оценивают свою внешность не меньше. Поэтому не выпендривайтесь. Я знаю, о чем я говорю. Вот. Поэтому одежда – это очень важно. И ваше вложение денег в то, чтобы купить себе ту одежду, которая вам нравится, в которой вам нравится, как вы выглядите – это очень полезное вложение денег. Потому что это дает вам правильный настрой, правильное самоощущение, правильную уверенность в себе. А с моего опыта у программистов с этим обычно очень большие проблемы. Ну так зачем, собственно говоря, себе еще их усложнять, заставляя себя разглядывать в зеркале то, что вам вообще не нравится. Согласитесь. Вот. То же самое касается и манер поведения и общения с другими людьми. Если вы чувствуете, что люди от вас шарахаются и что-то с вами как-то совсем плохо, давайте подумайте, с кем можно поговорить и обсудить этот вопрос. Возможно, с психологом, возможно, с каким-нибудь, не знаю, тренингами, там, личного общения. Не знаю, я в этом не специалист. Но в любом случае можно что-то подумать. Я, например, всему этому учился, просто глядя на тех людей, которые мне нравятся, как себя ведут с другими людьми и перенимая у них манеры. Возможно, вам тоже этот способ зайдет. Ну и last but not least. Самодовольство – это последняя, но, наверное, причина всех бед разработчиков программного обеспечения. Несмотря на то, что разработчики всегда учатся и совершенствуются, программисты сопротивляются изменениям. И это сопротивление приводит к самодовольству. Чувствуете, о чем я говорю? Программисты довольно часто, вот если он привык решать что-то с помощью вот такого инструмента или с помощью такого способа, даже если ему коллеги приходят и говорят «Чувак, ну вот так вот хреново», то довольно часто оказывается, что программист будет этому сопротивляться всеми возможными способами. Например, привык он, условно говоря, не заполнять там те же самые гидкомиты правильными и соответствующими описаниями. Поверьте мне, он зайдет на пену изо рта, лишь бы сказать вам, что нет, я это делать не буду. Не будьте таким. Принимайте изменения, просто надо принимать их с открытыми глазами. Я не говорю о том, что нужно любое изменение приветствовать, совсем нет. Нужно быть достаточной степени консерватором. Если что-то реально хорошо работает, то пусть дальше работает. Но если то, что вам предложили с вашей точки зрения будет работать лучше или хотя бы у него есть шанс работать лучше, то как минимум имеет смысл это попробовать. Не надо уходить в состояние «я всегда так делал», вы дети тут вообще ничего не понимаете. Даже если у вас 15-20 лет стажа, все равно вас могут многому научить более молодые коллеги. Все равно есть аспекты, которые вы знаете не так уж хорошо, все равно есть аспекты, которые имеет смысл попробовать по-другому. У меня масса таких было случаев в работе, когда я сопротивлялся руками и ногами каким-то нововведениям и говорил о том, что это херня. Потом нововведения применяли через мою голову. Я такой, блин, а классная штука вышла. Не будьте как я, будьте как я говорю. Надеюсь, это вам поможет. Ну на сегодня все. Люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео и подписывайтесь на нас в соцсетях. Пока!